Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. С прицелом на местных производителей в рио главы Чувашии Олег Николаев побывал на сельхозпредприятиях трех районов республики. Безопасность превыше всего. Готовность школы проведения единого дня голосования обсудили на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба республики. Крипыши против фиксиков. В Чебоксарах прошел финал футбольной лиги Дошкалят. Итоги первого полугодия. Актуальные проблемы и задачи на перспективу. В Канажском районе прошло выездное заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. Наверное, никто так часто не говорит о погозе, как аграрии. Природный фактор – важная составляющая сельского бизнеса. В этом году хозяйство рано и весьма активно вошли в весенний полевой сезон, но дожди нарушили выстроенные графики. Уборочная страда идет уже почти месяц. Урожай убран с 42% площадей. По зерновым и зернобобовым культурам темпы уборки этого года опережают прошлые в 1,8 раза. По овощам и картофелю пока небольшое отставание. Отмечается хорошая урожайность зерновых. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 30%. При таком результате у республики есть возможность в юбилейный год повторить исторический максимум 1992 года и собрать не менее 1 миллиона тонн зерна. В итоге за первое полугодие текущего года сельскохозяйство показало динамичный рост 103,5% к аналогичному периоду прошлого года. По пищевке и напиткам фиксируются снижения 93% и 94,5% соответственно. По структуре сельхозпроизводства, по производству молока и яиц по полугодию отмечается рост, по производству мясо снижение. Руководство республики расширяет комплекс мер, которые бы дополнительно поддержали отрасль и дали возможность решить проблемы. Из республиканского бюджета нашли средства на снижение процентной ставки сельской ипотеки. Если в целом это 3%, то в зависимости от категории работающих на селе она может быть снижена до 0,1% пункта. Особое внимание планируется уделять и продвижению местной продукции. Нам с вами надо создать наши чувашские бренды. Вот в прошлый раз, когда мы встречались с фермерами, говорили про батаревский лук. Я знаю, что у нас в Порецком достаточно неплохо производится чеснок. У нас есть уже чувашский мед и так далее, и так далее. Шартан, который никак на сегодняшний день не забрендировано. Пиво. У нас есть чем гордиться. У нас есть то, что лучше всех и вкуснее всех мы делаем. И, конечно же, мы с вами все эти продукты должны продвигать, прежде всего, через наши уже узнаваемые последующим бренды. В планах создать в Чебоксарах первый супермаркет чувашской продукции, а в последующем открыть такие же магазины на территории республики и за ее пределами. Амбициозные задачи заложены в комплексной программе социально-экономического развития республики. Они затрагивают все сферы. От непосредственного производства, кадрового потенциала, до благоустройства и развития сельских территорий. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. Переработка сельхозпродукции на местах – одна из главных задач аграрного сектора республики. В каждом муниципалитете свои приоритеты. В Рио-главочуваше Олег Николаев побывал сразу на трех сельхозпредприятиях. На Цивильском беконе, в Канажском Дивилее и фермерском хозяйстве в Комсомольском районе. На Цивильском беконе есть свой свиноводческий комплекс и собственная переработка. Чтобы не зависеть от поставщиков кормов, стали выращивать различные культуры. Замкнутый цикл производства позволяет жестко контролировать качество продукции. У нас есть земли. Это позволяет на своих полях выращивать то зерно, которое нужно. Ячмень, пшеница, кукуруза, соя, горох. И это дешевое зерно, экологически чистое для кормления наших свиней. Крупнейший производитель соусов и приправ Канажский Дивилей активно сотрудничает с местными производителями сырья. К примеру, часть семян горчицы для соусов предприятие закупают у агрофирмы Таябинка из Красноармейского района республики. Гульнара Хайардинова, заведующая фермерским хозяйством, производящим молочную продукцию, использует возможности личных подсобных хозяйств. Таким образом, перерабатывая сельхозпродукцию, выращенную в республике, можно увеличить ассортимент чувашской продукции на прилавках магазинов. Особенно важно для местных производителей присутствие в федеральных торговых сетях. Правительство республики обещает в этом помочь. У нас одна из главных целей перерабатывать все, что мы производим в отрасли сельского хозяйства на территории чувашской республики. И вот в том числе сегодняшняя поездка показывает, что у нас все возможности для этого есть. И есть уже сегодня есть возможности даже перерабатывать то, что сегодня вывозится в виде сырья. В этой связи задача перед нами, прежде всего, организовать внутренние коммуникации и соответствующие кооперации между хозяйствующими субъектами, которые сегодня уже работают на территории республики. Только за счет этого мы можем очень серьезно углубить как внутреннюю кооперацию, так и степень переработки всей продукции на территории чуваши. Ульяна Пятакова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. По данным сайта СтопКоронавирус, в Чувашии за сутки выявили 36 случаев заражения. Общее число заболевших 7378 человек. С каждым днем выздоровевших становится все больше. Так, за последние сутки вылечились 259 человек. Напомним, что Чувашия находится на втором этапе снятия ограничений. С этой недели в республике открылись фитнес-центры, спа и массажные салоны, бассейны. Безусловно, с соблюдением ограничительных мер. Безопасность превыше всего. Это касается как готовности школ к новому учебному году, так и проведения единого дня голосования. Об этом говорили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики. Совсем скоро 883 школы республики распахнут свои двери для учеников. Целый месяц специальная комиссия проверяла, как образовательные учреждения выполнили все необходимые требования. А их немало с учетом эпидобстановки. К традиционным материально-техническая база, вода и газоснабжения, нормы освещения, состояние пищеблока. Добавился ряд санитарно-гигиенических регламентов. Приоритетное направление – антитеррористическая защищенность. На эти цели в текущем году из бюджета республики выделено 54 миллиона рублей. В 2020 году принято дополнительно 18 образовательных организаций. Это 10 школ и 8 детских садов. В настоящее время кнопками тревожной сигнализации оборудовано 868 образовательных организаций. Это составляет 98,3%. Мониторинг показал, что все объекты образования имеют паспорта безопасности. Заканчивается проверка состояния школьных автобусов, которые будут доставлять детей к местам учебы. В преддверии выборов обстановка в республике стабильная. Но это не повод расслабляться. Мы сегодня с вами подберем обязательно те причины и условия, которые способствуют обстановлению недостатков. И выработаем и живем дополнительные меры, которые позволят нам достойно и уверенно провести эти мероприятия. С нашей стороны должно быть повышено внимание, потому что вы, прежде всего, с одной стороны, обеспечите правопорядок, а с другой стороны, у нас еще никуда не ушла ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией. И поэтому само голосование будет проходить в течение трех дней. Такое решение уже приняла на Центральном законодательном комиссии. И в связи с этим тоже наши задачи, они расширяются. Координация действий всех заинтересованных структур поможет выполнить поставленные задачи. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, «Республика». 77 лет назад в Чебоксарах открылась кондитерская фабрика. Прежнее здание располагалось на берегу реки Чебоксарки, недалеко от нынешнего торгового центра «Каскад». В начале своей истории это было небольшое производство с 15 работниками, выпускавшими небольшой ассортимент. Сейчас это крупнейшее предприятие занимает второе место в России по экспорту кондитерской продукции. Производство постоянно модернизируется. Здесь работают более 70 технологических линий, ежегодно выпускающих около 100 тонн кондитерской продукции. В Рио главы Чувашии Олег Николаев вручил сотрудникам предприятия отраслевые награды. Почетные грамоты и благодарности Министерства сельского хозяйства России. Это, конечно, не сами те люди, которые вносят существенный вклад в развитие всей отрасли. Создают культуру производства, создают новые подходы в организации производственных процессов и обслуживание населения, потому что торговлю и все остальное. Ну и сами новые виды продукции, они ведь каждый раз удивляют. Думаю, насколько же это можно уже придумывать, новые вкусы и все остальное. В Государственном совете Чувашской республики состоялось торжественное награждение победителей конкурса молодежных проектов «Мое будущее в Чувашии». Конкурс посвящен 75-й годовщине Победы и столетию образования автономии. 106 жителей из 11 муниципалитетов республики представили более 70 творческих проектов. Круг конкурсных тем широк. Патриотическое воспитание, образовательная программа, волонтерство, экология и многое другое. С победителями познакомилась наша съемочная группа. Это две мои бывшие юбки, зеленая и кожаная. Мы даем вторую жизнь вещей, старым вещам. И ненужная ткань, которую нам отдают бабушки. У бабушек всегда в шкафах очень много всего. Старые занавески, тюль хотим сейчас пустить на фруктовики. Это такие мешочки, которые заменяют одноразовые пакеты. Екатерина Куракина, учителя Зои технологии 55-й столичной школы, уже во второй раз представляет свои проекты на конкурс. В этом году ее тема и в прямом, и в переносном смысле связана с экологией. Вместе с участниками созданного ей волонтерского экоотряда «Шаг вперед» педагог шьет красивые стильные эко сумки, проводит мастер-классы под девизом «Вторая жизнь вещей», создает мультфильмы, организует акции и многое другое. Реализовать проекты по охране окружающей среды помогает энтузиазм и выигранные гранты. В феврале мы участвовали в конкурсном отборе проектов Министерства экологии и природных ресурсов Чувашской Республики. Там, конечно, небольшой грант, около 26 тысяч, но он позволит нам закупить расходные материалы для выпуска их и газеты. А также мы будем заказывать футболки с логотипом на кадре, а ты значки. Подавала заявку в конкурс Росмолодежи, это всероссийский грантовый конкурс среди физических лиц. Там нам тоже улыбнулась удача – 340 тысяч. В августе начинается реализация, сейчас постепенно закупаем оборудование. В основном это ноутбук, колонки, микшеры. В общем, все для того, чтобы проводить крупные мероприятия на базе нашей школы. Номинация «Патриотизм» в этом году была актуальна как никогда. Одноклассники из 40-й столичной школы разработали проект «Чувашия в тылу». Мы создали интерактивную карту, проект интерактивной карты и квест-игру. С помощью которой мы хотим популяризовать движение среди школьников, чтобы они вспомнили о вкладе нашей республики в победу в Великой Отечественной войне. Наш проект будет создан на базе игры, в которой будет 7 станций. На интерактивной карте собраны все памятные места в нашем городе. Это памятники, различные доски, мемориальные, различные здания, в которых во время Великой Отечественной войны находились какие-то важные объекты. Актуальность работ трудно переоценить. Прекрасные проекты. Если у нас будут какие-то гранты, то это будет здорово, что они будут тянуто друг к другу. И это все пойдет им в компьютер. В этом году, сказал министр образования республики Сергей Яковлев, будет реализовано 76 грантов на сумму более 35 миллионов рублей. Это больше, чем в предыдущие годы. У молодежи немалый потенциал и большое желание участвовать в общественной жизни. Анжелика Григорьева, Павел Редков, Республика. Подведены итоги историко-патриотической викторины. Она посвящена юбилею победы. Церемония награждения состоялась в конференц-зале Чувашского национального музея. Этот день мы приближали, как могли. Слова известной песни легли в названии викторины. В ней приняли участие около 200 человек. Целые классы, целыми семьями. И география интересна не только Чуваши, опять-таки, но и Минск, представитель Минска, Москва, Ульяновская область, Татарстан, Башкортостан, даже Тюменская область. Жюри выделило 18 участников, которые показали себя истинными знатоками истории Великой Отечественной войны и республики, ставшей тылом в эти грозные годы. Взрослые дети, профессионалы и любители с удовольствием и интересом отвечали на вопросы викторины. Пишу материалы, выпускаю книги об участниках войны, которые эти материалы встретил, их вопросы викторины. Победителей могло быть больше. Некоторые допустили одну единственную ошибку. Но все же и их стоит назвать в числе выигравших. Только призы у них другие, приобретенные знания. Викторина стала не просто вопросом-ответом, а неким таким для кого-то даже учебником, потому что мы же потом напечатали же правильные ответы. И ряд людей просто не ожидали, что вот такая у нас история. То есть история Чуваши в годы войны. Именно такой был смысл этой викторины. В планах у организаторов следующий этап викторины, который будет посвящен трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии много интереснейших объектов, достойных внимания жителей и гостей Республики. Мокринский мост в Канажском районе один из таких. Его обнаружили несколько лет назад любители экстремальных развлечений и сделали своей меккой. Жители же одноименной деревни спокойно реагировали на соседство с такой достопримечательностью – монументальному транспортному сооружению более ста лет. В Великую Отечественную войну мост имел стратегическое значение. По нему проходили составы с боеприпасами. Теперь это уникальный архитектурный проект, каких мало в Европе. В последнее время живописный виадук из железобетонных столбов приобрел особую популярность у туристов. Посмотреть на мост приезжают гости из других регионов. Однако он нигде не зарегистрирован и живет своей жизнью. Не всегда культурной. Сооружение и прилегающая территория находятся в запустении. А ведь мост может стать интересным объектом. Мы на самом деле уже начали достаточно большую работу по повышению туристической привлекательности нашего региона. И очевидно, вот такого рода объекты, они являются ровно той составляющей, которую могут стать повышением привлекательности, туристической привлекательности региона. И очевидно, что эту работу мы в ближайшее время будем более поступательно реализовывать. И здесь Мокринский мост, конечно же, однозначно найдет свое место. На самом объекте, около объекта, надо привести соответствующие работы с тем, чтобы приезжающие здесь, с одной стороны, могли на самом деле безопасно любоваться этим замечательным объектом. Ну и, конечно же, чтобы они могли и, самое главное, соблюдали экологическую составляющую. То есть не мусорили и так далее. Крипыши против фиксиков. Сегодня в столичном детском саду номер 184 состоялся финал футбольной лиги Дешкалят, который прошел в рамках муниципального проекта «Мы выбираем спорт». Все по-взрослому. Сотни участников, расписание тренировок, матчи, финальные игры. Вот только футболистам по 5-7 лет. Команда Крипышей открыла счет, забив первый гол команде фиксиков. Всю игру шла напряженная борьба, не обошлось и без нарушений. Однако Крипыши смогли сохранить за собой преимущество и выиграть со счетом 3-1. К победе, как водится, предшествовала серьезная подготовка. Я готовился, ходил профессиональным футболистом, всегда забивал голы. И все хотели быть со мной в команде, потому что я очень сильно играл в футбол и всегда побеждал. У нас есть тоже секция по футболу, и я много раз туда заглядывала. Моя команда самая лучшая, играла хорошо, и мне понравилось очень сильно, как играл Михайлов Миша. Детям очень нравится участвовать в соревнованиях, бегать на свежем воздухе с учетом эпид-обстановки и получать за свои старания призы и кубки. На благо детям строятся физкультурно-оздоровительные площадки, спортивные площадки и футбольные поля. У нас в городе существует муниципальный проект, мы выбираем спорт. Он уже реализуется давно. Первенство у нас по мини-футболу проходит уже четвертый год подряд. После игры соперники пожали друг другу руки и сделали общую фотографию с кубками на память. Юные футболисты достойно провели игру и показали всем настоящий мастер-класс. Ольга Семенова, Бахтияр Вильеев, Республика. Такой была среда 19 августа глазами корреспондентов национального телевидения Чувашии. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»